Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях Чувашия к этому часу прямо сейчас. По оперативным данным Минздрава Чувашия на 16.00 в регионе, 8 зафиксированных случаев заражения COVID-19. Утром пришло подтверждение анализов супружеской пары, вернувшейся в марте из Доминиканы. Днем пришли положительные результаты у одного из контактных лиц и жительницы Чувашии, вернувшейся из отпуска в марте. Все они госпитализированы, пациентам назначена терапия и оказывается медицинская помощь. Ограничительные меры в борьбе с эпидемией обсуждали сегодня в Доме правительства меры поддержки. Предусмотрены социально уязвимым категориям граждан и бизнесу, приостановившему свою работу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пока обстановка требует работать в удаленном режиме. В Рио главы региона и члены правительства соблюдают установленные ими же рекомендации. В зале заседаний не больше 30 человек, включая телеоператоров. Уже на протяжении трех недель рабочее совещание транслируют в интернете. Для того, чтобы сообщать информацию оперативно, в прямом эфире нашего телеканала выходит сразу семь новостных выпусков. Ситуация с коронавирусом меняется стремительно. Только в режиме самоизоляции в республике находится более 500 человек. Контроль за теми, кто должен сидеть дома, усилят. Такие меры вполне оправданы. В постановлении, которое будет вручаться людям, которые будут находиться на самоизоляции, включили дополнительный пункт, что они обязательно постоянно должны иметь с собой мобильный телефон. Потому что именно мобильный телефон является инструментом реализации режима дистанционного электронного контроля. 542 человека, это мы с вами должны иметь, что в любой момент из этого количества людей кто-то может дать положительный результат. А это автоматически по цепочке тянет количество наблюдаемых. Рабочие дни, начиная с 4 апреля, объявленные для крупных предприятий, оказывающих прямое влияние на экономику республики, отмечается в распоряжении Олега Николаева, организациям, которым из-за действующих мер пришлось приостановить свою деятельность, в республике окажут поддержку. Продлены сроки уплат налоговых и других платежей для МСП в пострадавших отраслях на 6 месяцев. Введен мораторий на возбуждение дел банкротства по заявлению кредиторов, которые будут действовать в течение 6 месяцев. Банкротство сделают бесплатным и упростят. Продляются сроки предоставления налоговой отчетности до 3 месяцев. Правительство России ввело мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса. ФНС до 1 мая приостановилось искание со счетов МСП. Предусматривается двукратное снижение страховых взносов для МСП с 30 до 15%. Региональные фонды будут докапитализированы для поддержки МСП. Правительство Республики отрабатывает с кредитными организациями снижение комиссии по их варенку до 1,5% на 3 месяца. В течение недели будем по мере разработки этих механизмов и форм поддержки доводить до предпринимателей, до субъектов хозяйственной деятельности в различных форматах. Это, конечно же, посредством ВКС и через удаленные системы. Должны поддержать и заемщиков, чей доход снизился на 30%. Банки уже одобрили первые заявления на отсрочку выплаты кредитов. Физическим лицам, которые находились на лечении, или были изолированы, либо на карантине и так далее. То есть документы можно было подать в дистанционном режиме, и банки принимали решение по отсрочке по таким кредитам. По субъектам малого бизнеса, которые относятся к отраслям, также появляется право приостановить исполнение обязательств по кредитам. Здесь нормативная база формируется. Олег Николаев выразил слова благодарности медикам, которые и сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Как будут дальше развиваться события, зависит в том числе и от каждого из нас. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня, 6 апреля, школьники Чувашии начали учиться дистанционно. Платформа «Сетевой город», предложенная для обучения, с утра дала сбой, но потом вернулась в обычный режим. Учитель в школе, ученики дома. Теперь так проходит обычный урок. Педагог размещает задания в электронном журнале, в информационной системе «Сетевой город» или через информационную коммуникационную сеть «Интернет». Ученик выполняет задания, отправляет учителем и получает оценку. Задать вопрос или ответить устно школьники все же могут. С помощью системы Zoom некоторые уроки проходят в режиме видеоконференции. Как признаются сами учителя, структура урока не изменилась. Заранее, в течение прошлой недели, все педагоги администрации работали над различными платформами, уроками, подготовили новое расписание занятий, графики занятий. Все задания, которые необходимо выполнить детям по расписанию, а расписание, все занятия проходят по 30 минут, выкладываются в сетевом городе. Если у детей нет доступа к интернету, то дети получат задания с помощью телефонов. В управлении образования создана специальная горячая линия. Задать все вопросы, касающиеся дистанционного обучения, можно по телефону 23-42-37. Предварительно такой режим продлится до конца апреля. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Валерий Резюков, Республика. Дело в том, что все выявленные на утро 6 апреля случаи коронавируса в Чувашии завезенные извне. Как показал опрос, автомобилисты к таким мерам и некоторым задержкам в движении относятся с пониманием. У нас уроки начались онлайн. В Москве не такие пробки. Просто посылку забрать срочно. Температуру, наверное, надо проверять, а не документы. Особое внимание пассажирским перевозкам. Согласно указу в Рио главы Чувашии Олега Николаева, перевозки по междугородним маршрутам приостановлены с 3 апреля. К пригородным рейсам ужесточились требования. Проверяем маршрутные транспортные средства, перевозка пассажиров. Нарушения выявляем. Маршрутным транспортным средствам сейчас запрещается заполнять автобусы в полном объеме. 50% междугородние. На это внимание обращаем. Ограничение пассажирских перевозок мера жестокая, но вынужденная, отметил Олег Николаев. Категорически требую, чтобы все маршруты, которые у нас осуществляют пассажирские перевозки, в том числе межрегионального характера, были взяты под максимальный контроль. И в случае возникновения рисков неконтролируемых перевозок, применять максимально жесткие санкции. Не допускать. Не допускать. Во-первых, чтобы несанкционированные перевозки осуществлялись. Второе, не допускать возникновения из-за этого рисковых ситуаций на территории Чувашской республики. Действовать указ об ограничении перевозок будет до особого распоряжения. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Павел Рядков, Республика. На въезде в Чебоксары наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Дима, какова сейчас обстановка на дорогах? Да, Ирина, это один из постов ГИБДД, работающих в эти дни на остановке завод «Контур» на выезде из Чебоксары. И таких, напомню, в республике всего 12. Конечно же, заезжать в город сотрудники ГИБДД автомобилистам не запрещают. Инспекторы останавливают машины, чтобы узнать причины передвижения по республике, а также выявить лиц, которые должны находиться на самоизоляции, но по каким-либо причинам уехали из дома. На особом контроле и общественный транспорт. Напомним, что в автобусах сейчас разрешено передвигаться, также соблюдая режим, также соблюдая дистанцию социальную, в салонах автобусов должны быть заполнены менее чем на 50%. И, как мы видим сейчас, обстановка, трафик на дорогах относительно спокойный, но автомобилисты говорят, что пробки здесь образуются утром и вечером. Пришло сообщение о серьезном ДТП с маршруткой на проспекте трактора строителей в Чебоксарах. Кадры вы уже видели. Маршрут курсировал между столицей и Новочебоксарском. Говорительной информацией маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и в результате врезалась в столб. Известно о шести пострадавших, двое в тяжелом состоянии. Данные будут уточняться. И Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды за 2019 год. Оценивались 1115 российских городов. В их числе пять городов Чуваши, Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, АлатРи, Ядрин. В сравнении с прошлым годом они улучшили свои позиции, набрав больше баллов. В Приволжском федеральном округе Чувашия заняла первое место и девятое в России. Столица республики удостоилась первого места в округе среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Сохранять лидерство намного сложнее, чем победить один раз, считает временно исполняющая обязанности главы Чувашии. Возможно, ипотечная корпорация трансформируется в институт развития строительства, жилья и развития компетенций в области строительства. Так проще будет решать задачи развития общественных пространств, уверен Олег Николаев. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18.00 в эфире национального телевидения и общественного телевидения России. До встречи.